Несколько домов и четыре постоянных жителя. Деревня Курган отрезана от цивилизации. Речка Амарда не широкая, однако каждую весну набирает силу и затапливает мост. А если зима ещё и снежная, страдают жители не только Курганы, но и соседнего села Кочунова. На этот раз вода поднялась на 40 сантиметров. Видишь, как рана растаяла, мартира растаяла. Вот, всё заливает, всё, когда бы вот. Паводок паводкам, а работу никто не отменял. Сергей Минеев – тракторист. На обычные сапоги и надежды нет. Выручают болотные. Их на хранение он оставляет у хозяйки крайнего дома в Кочунова. И пусть не вплавь, но вброд идёт выполнять свои трудовые обязанности. Путь домой такой же. Наливает. Ходить нельзя. Пенсионеры. Больные. Ни скорые, ничего. Не проехать, не пройти. Вот так вот. И как вы выходите из ситуации? Да нет, никак. Вот сидим. Вот я сегодня прошёл, а так не пройдёшь. А через какое-то другое село и можно как-то? Можно через Ивановку. Это надо пешком. Я-то дойду, пенсионеры не дойдут. По словам жителей, вода обычно держится от трёх дней до недели. Нужные продукты закупают заранее, да и связь с сельской администрацией держат каждый день. К таким неприятностям привыкли. Ведь низководный мост затопляет и летом. Только тогда всему виной не снег, а ливни. Ирина Пятина, Сергей Соколов. Народные новости. Рамадановский район.